Привет всем, с вами Ричи, и сегодня мы научимся, точнее узнаем, каким плагином обрабатывают видеоблогеры свои видео, и я вас еще научу делать колоризацию, поэтому если вам интересно, поехали. Для начала я открыла исходники, исходники я выбирала из Лондона, это такой некий даже вам спойлер, что же будет в моем влоге, который выйдет, может быть, скоро, не скоро, после праздника. Итак, сразу хочу сказать, что полного обзора на плагин, которыми обрабатывают свои видеоблогеры, его не будет, потому что функций очень много, и в этот набор плагинов входит вообще куча всяких плагинов, но я очень долго присматривалась и смотрела разные видеоблогеров, таких как Катя Клэп, Мэри Сэн, Любарская, Юлия Пушман, и сейчас не надо кидать в меня тапки, я вообще в этой блогерской тусовке не тусуюсь, поэтому я просто смотрела на их коррекцию цвета видео, и я вам могу с уверенностью сказать, что они используют набор плагинов Magic, его можно скачать по ссылке в описании, у меня есть в сообществе, также ссылка на запись, где я уже это все кидала, поэтому смотрите, там очень много плагинов входит в этот набор, и они действительно очень классные, с классными функциями, очень много чего можно откорректировать, что-то изменить, где-то убрать тени, освещение, поменять, освещение придать, освещение сделать более тусклым, в общем, на самом деле, очень классный плагин, я сама им обрабатываю именно свои видео, которые сняты со мной, именно лично со мной, и далее я отвечу на вопрос уже, как сделать колоризацию, после чего эту колоризацию применить к нескольким видеодорожкам, точнее, нескольким фрагментам видео, потому что мне такие вопросы уже задавали, задавали их не раз, и я вам сразу скажу, что готовых колоров, как в Вегасе, в Sony Вегасе, для Adobe Premiere нет, поэтому, если вы хотите сделать какой-то колор такой же, как на предыдущем видео, просто сохраняйте проект именно через файл «Сохранить как». Итак, идем во вкладку «Эффекты», «Коррекция цвета», и здесь нам открываются просто функции, как в фотошопе, начиная от яркости и контрастности вот этой банальной просто, да, оттенка, ставить цвет, где вы выделяете просто один цвет, не знаю, заменить цвет, цветовой баланс, в общем, тут очень много функций, и именно все свои фандомные видео я корректирую здесь, в Adobe Premiere, и просто потом сохраняю файл «Сохранить как», сохраняю проект, и, ну, собственно, если мне колор понравился, который я сделала, и просто уже оттуда беру вот эти настройки колора, что я вам советую, в принципе. Так можно готовых колоров себе понаделать, берете трехсекундный фрагмент видео, и, короче, колоризацию делаете, сохраняете, а потом оттуда берете настройки цвета. Блин, черт, я гений, я только что сама придумала этот лайфхак. Офигенно. Так, в общем, дальше я добавила еще два видео, где нет этой коррекции цвета. Далее мы просто идем, где применяли к этому видео, зажимая «Shift», выбираем все наши настройки, далее «Ctrl-C», выбираем видео, к которым нужно применить такие же настройки, нажимаем «Ctrl-V». Вуаля! Надеюсь, вам было интересно и полезно. С вами была Ричи. Всем пока!